Сегодня в Московской области состоялось событие, которое вполне можно назвать историческим. Центральный аэрогидродинамический институт, одно из самых засекреченных режимных предприятий страны, которым исполняется 90 лет, приоткрыл тайны своей работы. Журналистам показали гордость нашего самолетостроения, аэродинамическую трубу, в которой испытывают самолеты. Из Жуковского Николай Старобахин. Снаружи эта труба, как огромный вентилятор, изнутри, как туннель для метропоезда, только без рельсов, большой темный коридор. Но ходить здесь рекомендуется, лишь когда труба выключена. Проверка своей аэродинамической обтекаемости – вещь малоприятная. Закрытый и почти секретный институт перед юбилеем открыл свои двери для журналистов. Вот уже много десятилетий здесь буквально дуют на воду, чтобы не обжечься на молоке. С помощью аэродинамических труб обдувают самолеты и их макеты. Так можно понять, как поведут себя в воздухе новые разработки. Это самая современная в мире – закрытая трансзвуковая труба. Внутри постоянно что-то гудит, идут испытания. Но что там – не узнать. Заказчик хотел остаться в тайне. У трубы, в которой можно испытывать даже космические объекты, и цена астрономическая – чуть меньше миллиарда долларов. Постройкой этой трубы занималось 160 предприятий, 12 министерств и ведомств Советского Союза. Все вещи уникальные, вы можете понять по размерам. Это, ну, наверное, можно сравнить где-то по уровню этой вот с подводной лодкой. В этом зале проверку проходят самые известные российские авиаразработки. Полное испытание на прочность. Самолет и раскачивают, и гнут, и даже надувают, чтобы выяснить, как он справится с высоким давлением. Сейчас на домкратах зала статических испытаний – гордость отечественного авиастроения «Суперджет-100». Именно здесь самолет проходит первую и самую главную свою проверку. По словам специалистов, пока нагрузки лайнер выдерживает хорошо. Но конец испытаний в этом зале у всех самолетов один. Полное разрушение. И «Суперджет» этого тоже не избежит. Самолет с бортовым номером 002 так и не взлетит выше строп этого зала. Пожертвует собой ради других машин. Чтобы выяснить, насколько прочны подобные самолеты, его подвергнут сначала предельным, а потом и за предельным нагрузкам. Исключительно науки ради разрушат лайнер до основания. Наша задача – разрушить как можно больше элементов. Крылья, оперения, элементы механизации, кресла, полы, стекла, пилон, шасси. Уже много лет его дело – труба. Начальник лаборатории Евгений Петровский просит, чтобы его звали просто «начальник трубы». Гордится. За десятилетия она, до сих пор крупнейшая в Европе, не потеряла свою уникальность. Создает полное ощущение полета. Большая настолько, что испытывать можно не макеты, а настоящие самолеты в условиях, максимально приближенных к натуральным. Единственная труба, которая была в союзе в те времена, где самолет, испытания самолет проводились вместе с пилотом. То есть полная имитация работы и двигателя, органов управления. В этих трубах испытывают не только самолеты. На прочность с помощью макетов здесь проверяли и Стеллу на Поклонной горе, и Волгоградскую родину-мать, и новый столичный вантовый мост в Строгино. Трубы постарели, но до сих пор незаменимы. Так что местных сотрудников перед юбилеем неплохое настроение. Уверены, даже мировой финансовый кризис не даст им вылететь в трубу. Николай Старобахин, Сергей Сенченков, Павел Дорофеев, ТВ-центр, Жуковский.